На встрече с министром экологии глава республики обсудил работу ведомства в части контроля сферы недропользования. Геннадий Нараев сообщил, что за этот год было аннулировано 10 лицензий на добычу ископаемых. Еще 9 приостановленной по ним ведется проверка. Общий ущерб государству от деятельности недобросовестных предпринимателей оценили почти в 700 миллионов рублей. Там идет несоответствие с писанным запасом, фактическим запасом. То есть, буквально говоря, должно быть миллион на сегодняшний день, а оказывается там 400. То есть 600 миллионов за этот период куда-то улетучились. И никто за них не заплатил налога. Естественно, мы сейчас настаиваем на том, чтобы урегулировать все вот эти спорные моменты. Теперь надо, чтобы эти суммы компенсировали, находясь в СИЗО граждане. Потому что многие привыкли набивать карманы за счет государства, не считая нужным платить налоги и, соответственно, уделять внимание, в том числе и местным бюджетам муниципальным. Также министр доложил о ситуации с внесением полигонов ТБО в единый госреестр. Пока полностью завершено оформление одного, еще по шести объектам поданы документы. При этом идет активная работа по выявлению и ликвидации новых стихийных свалок. За них, напомнил Сергей Аксенов, придется отвечать. Возникновение новых свалок это ставит под угрозу экологическую безопасность. Поэтому без всякой пощады, если необходимо, ужесточить меры наказания, в том числе и внести изменения в законодательство, в моменты, где должностные лица сваливают мусор, то есть прямо посреди поля, значит, предлагайте. Я за ужесточение в этой части. Иначе мы порядка не добьемся. Еще одной темой стало водоснабжение Восточного Крыма. Здесь работа идет планомерно. За этот год пробурили 18 и отремонтировали 6 скважин. Достраиваются три водозабора. В рамках федеральной целевой программы их соединят водоводам с Северокрымским каналом. И вода будет подаваться на восток полуострова.